ой всем приветики всем приветики только пришла ходила в магазин сейчас распаковку покажу что я купила бы так уходила погода у нас штормовой ветер дождь вообще выходить очень трудно немного на комментарии отвечу вчера много комментариев было немного отвечу всех интересуют мои доходы мои расходы но в принципе не знаю люди не меняются хотя в германии вроде нельзя интересоваться чем-то доходами не то что нельзя а это некрасиво этому метон сейчас я вам покажу что я купила и кстати хочу распаковку сделаю я расскажу вам про свои доходы про свои работы в этой купила мне так понравился сонки цвет такой красивый не знаю камера передает на такой бордовый цвет в общем вот ценники вот 12 90 евро сейчас мы с вами его откроем посмотрим вроде должен быть красивым магазине я не открывала его купила на рагу накупила всего хочу приготовить картофельное рагу с куриным мясом купила баночку сметаны баночку сметаны евро 50 250 грамм в этой кусяла рагу такое приготовлю очень вкусная мультиварки мультиварки потратила 37 евро ровно ну там один цель это сонтиком месте полварский перец сладкий упаковочку по евро если не ошибаюсь по евро и вот евро 99 по евро по евро вот этот 3 перца и не зубную пасту вся лакоши евро с копеечками зубная паста уже кончилась почти десяток яиц кстати там нравится вот эти евро 99 есть и есть два пасы я открыла эту и эту упаковку на века не одинаково я не знаю чем они отличаются а пиво там не написано коричневые яйца белых не было пиво там не написано просто цена разная думать и крупнее открыла они одинаковые я посмотрела одинаковые яйца думаю что с от вас копейками покупать если можно дешевле филешку куриную куриную филешку тут у нас значит 600 грамм 998 килограмм на 599 600 грамм хорошая свежая филешка филешка купила два кефира по кефирчик а кефир 80 и центов тут у нас значит сколько 500 грамм брала этот кефир нравится очень кефирчик я желудка хорошо кстати что касается по моим интересуются по моим доходом кстати сейчас я вот это распаковку сделаю майонеза кстати пустые полки вот эти майонеза вообще нет не завесли наверно все оливье теалий шоку теалий все разобрали майонез не завесли майонез буду домашний майонез делать это видео сниму на следующем видео покажу вам как я делаю вкусный домашний майонез вчера на пробу сделала давно его не ела вчера на пробу сделала ну салат просто на пошественной сегодня еще вместо лимонного сока уксус купила сейчас вам покажу что касается моих доходов я не знаю люди вы вы думаете если человек не ходит именно на работу то человек не работает что я вам хочу сказать я у меня есть ноутбук я думаю кто за каналом следит они знают у меня есть ноутбук если у человека есть смартфон и ноутбук можно работать без знания немецкого языка можно удаленно работать на чок-центре я уже я с декабря месяца полностью я на мини-чопе состояла теперь я полностью на нем не состою у меня помимо youtube канала у меня еще есть онлайн работа какая работа я вам в этом видео не расскажу ну думаю может со временем с вами потерюсь если вам это интересно но я онлайн работаю и у меня доход намного превышает того дохода что оплачивает чок-центр если я не ошибаюсь на одного человека чок-центр в месяц выделяет что-то или тысячу сто евро или 1200 евро у меня на данный момент намного больше бюджет чем может чок-центр выделить и кстати то время это я пыталась на курсы немецкого ходить это не работала вообще онлайн я в чок-центре полностью состояла и те пособия которые мне на руки выплачивали это и жестокий пол в украине те пособия которые мне на руки выплачивали мне хватало ну примерно но если так уж полностью экономик но до 20 числа месяца пособия платятся в конце месяца 30 31 вот так приходят и у меня этих денег не хватало мне на месяц этих денег не хватало я когда долги на пролазь но когда устроилась на работу я уже все полны свои у меня уже все полны закрыты я очень рада этому так и еще хочу сказать поставьте там и составьте там познакомились сентября прошлого года познакомились ему надо было подтвердить свой диагноз оформить документы для выезда за границу потому что он официально кстати выехал у него все документы в порядке ему все диагнозы подтвердили документы у него все подтвержденные были для выезда он находился три с половиной месяца находился в больнице я ему тоже оплачивала человека я отсюда высылала деньги там по 300 по 400 евро ему который я заработала способия такие деньги не смогла выслать я ему высылала деньги на человека человека оплачивала который с ним занимался его собирал в больнице гулял с ним ну его как ну не волонтер ну платный опекун ему приносил обеду в больницу потому что он больничную еду отказывался там есть ему приносил обеду в больницу все эти месяцы потом когда он поехал на родину к себе в мукачевых и он стал больше месяца документы для выезда за границу эти все месяцы он жил в отеле отель стоил если не ошибаюсь если на евро то 25 евро сутки этот отель тоже все я проплачивала и питание я ему проплачивала я думаю кто не глупый человек тот понимает что на социальных выплатах я бы не смогла даже даже 50 евро ему отправить так что вот эту ерунду прекращайте в центре я состоял когда я пыталась я думала пойти тут на работу вот именно работать ходить на работу я думала водителям трамвая пойти ну там сарплата стоит сарплата я по анастасика или 20 евро к сожалению не выслала по я своей работой довольно я работаю на данный момент онлайн у меня есть время и маме уделить и на дом премию есть и стасика время уделитесь я своей жизнью полностью довольно я надеюсь у меня скоро будет ну как скоро ночью в ближайшем времени я отсюда уеду с германии и буду жить в своем доме или в своей квартире посмотрим то останется на канале вы первое про это узнаете так что я еще купила купила 3 лимона 3 лимона тоже евро с копейками упакованные сейчас такие погоды к нам кстати а морозы и тут морозы и тут это радует это радует это радует купила два поклошана два поклошанчика буду рагу готовить а врагу я пущу значит лук обшаренный сладкий перец паприку без моркови буду готовить поклошанчик картофель сметаной приправлю куриное филе нарезанное и будет обалденное просто полу пенная разница сейчас буду готовить майонез с вами поделюсь тоже как я майонез готовлю очень редко а домашний майонез готовила винный уксус купила вчера готовила на соки с лимона но не очень понравилось винный уксус я думаю намного лучше будет такую бутылочку 2 евро тут у нас есть и 50 миллилитров а попробуем уксус я вообще не люблю внутренний уксус пару капель для майонеза нормально будет вчера же готовила на рапсовом масле мне тоже результат не не сильно понравился купила обычная подсолнечное рафинированное масло один где там евро 90 или 2 евро литр масла и вот купила еще апельсины вчера душа пролить апельсины очень сладкие вкусные сочные три с копейкой не килограмм стоит ветки штучки от купила потому что много прошлый раз сетку купила большую и один сомнил или он был испоршенный сетки вот эти разместные пусть выбрать можно при апельсинчик а купила хорошие сладкие апельсины так и что уж мы с вами сейчас откроем наш сонтик сонт мне всех понравился или вот а мне открывалась открою человек у меня пока есть проверю что там про то не было сейчас открою посмотрим вот такой красивый цвет сонта так сейчас проверим вроде все хорошие ничего и нормальный сонтик но на ветер жалко его конечно брать красивый цвет такой не он сразу понравился это много цветов и как большой цветов но выбрала я этот сон красивый ручка тоже нормально оформлена 13 евро я думаю недорого для санта есть потешевле но потешевле я покупала тоже сон но он очень быстро испортился качество не очень хорошая просто не покупала ну у нас тут такие ветра что сон быстро портится и вот купила берлине кстати сонтик вот у меня в украине я тоже не пользовалась сонтами потому что у нас таких затяжных дождей практически не было а тут дождей затяжная ручка красиво оформлена но цвет хороший цвет и обычный сон в новом году сделала подарочек чехол все есть короче сейчас приготовлю у меня и шутайсик оливье остался насколько на сегодня она осталась майонезе приготовлю домашний с вами поделюсь рецептом майонеза уже завтра на канале выйдет видео приготовленная на завтра рагу картофельное с овощами будем кушать на улице желание даже нет выходить вот это вот это ближе всего захотела купила то что необходимо я купила еще ничего не ела с утра ничего не ела и кстати по комментариям там пишут комментарии что порция большая то все вот я сейчас я с утра ничего не ела я только кофе попила потом немного чего сделала ноутбуке тоже поработала и пошла в магазин сходила магазин купила продуктов пришла и сейчас я есть хочу ну порция будет как и вчера она кстати на камере еще немного увеличивается порция у меня небольшая нормальная порция всегда так тела мне главное после 6 вечера не ем могу там что-то какой-то перекус маленький сделать но на ночь не налетайте на новый год после 12 наелась и мне было тяжело на желудке стараюсь на ночь не налетаться и писать такое не надо и шо мне пишут комментарии что я восхищаюсь едой а это и восхищаюсь я не восхищаюсь я восхищаюсь и мне приятно какая ем вкусную еду я очень вкусно готовлю у меня это получается очень вкусная и я своей едой можно сказать что восхищаюсь но я не восхищаюсь я получаю удовольствие от вкусной домашней еды они какого-то там я понимаю есть такие люди которые какой-то по хлебам приготовят который и есть невозможно и конечно человек не будет восхищаться человек будет это как паланту какую-то есть но она неприятно конечно так что учитесь готовить учитесь готовить потому что нет я вот сколько живу я всегда учусь я всегда учусь я человек не ленивая трудолюбивый человек у меня все это все получается то что я хочу так что всем мира всем добра всем посетивом ой такая красивая на камеру смотрю просто собой любуюсь красота я себя люблю ну действительно вот подел на красиво так что всем мира любви главное любви кстати не будьте одинокими подписывайтесь на канал тогда вы точно не будете одинокими ставьте лайк потому что лайк это вам это сочтется на ней бог все видят и бог вам это сочтет так что всех обнимаю всем хорошего настроения мира посетива до скорой встречи